Всем доброго времени суток! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы с вами будем изготавливать земляное покрытие на Диораме. Это третий ролик из цикла. Кто не видел первые два, переходите, смотрите и обязательно подписывайтесь на канал, так как 60% аудитории на канал не подписаны, которые просматривают ролики. Не забывайте делать красную кнопочку серой и ставить колокольчик. А сейчас всем приятного просмотра. Третий ролик по работе с Диорамой. И я думаю, что раз уж у нас цикл для новичков, то мы убираем все вот эти вещи. Они нам сегодня не пригодятся. Оставляем малярный скотч. Берем кофе. Спито или молотый, это не имеет значения. И попробуем обойтись малыми силами. Будем пользоваться только исключительно пигментом. Возможно смывкой из эмалевой краски. И все. Для чего нам понадобится скотч? Для того, чтобы защитить наши края основания от клея, от краски, смывки, которые мы можем использовать на данный момент. То есть мы просто защищаем наши края от того, чтобы они у нас испачкались. То есть малярный скотч, вот такая вот бухта, стоит 100 рублей. То есть можете пользоваться. Пачкать, не пачкает. Все. Мы защитили края нашей работы от того, чтобы испачкать их. Единственное, если вам нужно будет, чтобы ровно стоял, да, для заливки смолы, еще для чего-то. Можно вот эти вот края просто подрезать и все. То есть они нам абсолютно, ну, никак не мешают на данный момент. Потом, возможно, я их срежу. Для имитации земли будем использовать кофе. В одном из роликов я уже его использовал. Я оставлю подсказочку здесь в уголочке. Можете посмотреть. Но я немного изменю технологию. Возьмем с вами любую баночку. Насыпем туда наш кофе. Там мы просто присыпали. А здесь мы с вами изготовим субстрат. Нальем сюда сейчас ПВА. Насыпем немного флока, чтобы имитировать хоть как-то неоднородность. И, возможно, добавим пигмент, чтобы сверху потом он не присыпать. Возьмем наш ПВА. Возьмем наш флок. Это флок от Моррисон. Просто это единственный флок, который у меня вот мелкий. Мелкого помола. Точнее, маленькой длины. Много нам не надо. Мы добавим совсем чуть-чуть. Флок можете купить на Алиэкспрессе, в принципе. Вот что у нас получается пока. Теперь туда мы добавляем немного пигмента. Русская земля я использую. Это для того, чтобы немного убрать вот этот вот красноватый оттенок у кофе, который больше похож на марсианскую землю. Вот теренщикам, я думаю, тем, которые ваховы увлекаются, стоит взять на заметку. Берем наш ПВА. Наливаем ПВА. Потом разбавим все это водой. Воды добавим немного. И перемешаем. В одном из роликов я делал нечто похожее, только использовал гипсы, и там я делал грязь. Здесь же нам надо просто сделать земляное покрытие. Кстати, сейчас я здесь использую одну вещь, но это в плане эксперимента, потому что я до этого подобными вещами не пользовался. Есть вот такие клеи. Они акриловые. То есть это вот акриловая дисперсия в основе. И хочется посмотреть, даст ли это дополнительную прочность и сцепление. Немного совсем выдавлю. Много нам не надо, потому что она белая. И посмотрим. Очень сильно напоминает текстурную пасту, но мне важно, как это будет держаться на работе. Можно ли будет в дальнейшем использовать подобный клей для создания именно текстуры. Не полопается ли он или еще что-то. Мы перемешали все это, и на данный момент мы получаем с Варей отличную грязь. То есть для имитации загрязнений каких-то и луж и прочего отличного для грязной клеи. Но нам это ни к чему. Мы сейчас просто нанесем это тонким слоем на наше основание. И посмотрим, что у нас будет после высыхания. Но вообще результат на данный момент мне нравится. Что будет после высыхания, посмотрим. Начинаем наносить. Самое главное, что тропа у нас ниже будет. Мы на нее попробуем нанести поменьше. Это, конечно, лучше делать мастихином. Но за неимением мастихина я буду делать это все деревянной палочкой, которая от обшивки осталась. Но липкость хорошая, прилипает это все отлично к основанию. То есть не тянется особо за палочкой. Наносить легко. Посмотрим, что будет дальше. Высыхание, я думаю, примерно минут 40 будет. Так как практически воду мы не использовали. Плюс вот этот клей, акриловый. А у него высыхание 20-30 минут. Ну, грязь изумительная, кстати, получается. Мне нравится. Хотя нам грязь была не нужна, нам нужно было земляное покрытие. Но посмотрим. Попробуем, как это размазывается пальцами. Для этого смочим палец просто и разгладим. Нанесли вы с вами наш состав. Теперь отчертим нашу тропу. Для этого достаточно просто смачивать палец и разгладить. Так как тропа у нас будет немного вытоптанной. Ждем теперь высыхания. И посмотрим, что у нас будет дальше. После того, как все у нас высохло, оно принимает подобный вид. Мне нужно немного подправить цвет. Потому что, ну, не нравится он мне. Он немного не землистый, а какой-то более шоколадный. Поэтому мы берем опять наш Ревелл 42. И с помощью аэрографа сейчас мы немножко цвет подправим. Много краски нам здесь не нужно. Буквально вот несколько капель. Немного мы подправили цвет. А сейчас тропу я сделаю немного более светлым оттенком. Здесь все равно будет в основном трава. А тропа у нас будет вытоптана. И земля будет немного подсушена. Поэтому нужно цвет подправить. Буду использовать 82 матовый от Ревелл. Получился у нас подобный оттенок. Сейчас мы немного пройдем тропу. И, возможно, где-то выделим немного землю. В результате, когда наше основание высохло, мы имеем подобный вид земли. Единственное, что можно здесь добавить на данный момент, это пройти пигментом саму тропу. Так как здесь все равно будет все в траве. Эта страна и эта страна. Здесь будет у нас проходить ручей. Но мы сейчас возьмем наш пигмент. Возьму опять же русскую землю, которую мы добавляли в замес. И просто кистью немного пройдем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Фиксировать мы не будем их. Мы просто сделаем небольшое оттенение. Прошли мы тропу пигментом. Теперь рассмотрим на будущее, что мы будем с вами делать. После пигментов тропа обретает подобный вид. Единственное, что смущает пока вот этот глянец, который здесь есть. Ну, понятно, что его не будет, здесь будет трава. Так, если бы здесь не было бы травы, здесь можно было бы покрыть матовым лаком. И, в принципе, выглядело бы это совсем по-другому. Я думаю, что в следующем ролике мы с вами займемся изготовлением травы по сторонам. Плюс посмотрим, может быть, в ручей добавим каких-то мелких элементов. Например, там винтовку, может быть, немецкую какую-то бросим, еще что-то. А на данный момент, считаю, ролик законченным. Третья часть нашего цикла подошла к концу. Кто не видел первые две, можете смотреть. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok